Саламу алейкум и рахматуллахи ва баракату, братья дагестанцы. До каких пор мы будем слышать о том, что в Дагестане кто-то убил своего брата? До каких пор мы будем слышать о кровопролитии в Дагестане, о брата убийстве? Разве вы позабыли о том, что ожидает стояние перед своим Господом? Разве вы не боитесь потерять какую-нибудь надежду на милость Всевышнего Аллаха? Аллах простит, прощает все, пока наши руки чисты от чужой крови, как сказано об этом в хадисе посланника Аллаха. Всевышний Аллах сказал в Священном Куране Воистину, тот, кто убьет без права хотя бы одного человека, он подобен человеку, который убил все человечество. А тот, кто его оживил, спас одну жизнь, он подобен человеку, который оживил все человечество. Не то, что убийство, любое соучастие, причастность к убийству, даже краешком слова обрекает мусульманина на вечное несчастье. В хадисе посланника Аллаха, саллиллаху алейхи васаляма, ведь сказано Тот, кто способствует убийству одного мусульманина, даже краешком слова. Он будет воскрешен в судный день перед своим Господом, и на лбу у него будет написано «Этот, потерявший надежду на милость Всевышнего Аллаха». Не забывайте о том, что первый суд каждого из нас будет в судный день рассматривать, «Чисты ли наши руки от чужой крови? Берегите свои руки от чужой крови, от запретной крови, от запретного имущества, от чести другого». Если вы хотите, надеетесь на спасение в судный день, да простит нам всем Всевышний Аллах и дарует нам терпение именно тогда, когда мы в нем будем больше всего нуждаться. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.